Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Всем здравствуйте. Чем мы будем сейчас с вами заниматься? Изумительный десерт готовить. Этот десерт, он хорош тем, что кроме того, что вы видите, а вы видите здесь у нас творожок, сметанка, да, творожок домашний, сразу говорю, не магазинный, просто это не творог. Хорош тем, что будем использовать кактус. Да, я буду сейчас готовить кактус. Вы скажете, как это кактус? Ну, ну, дошла уже совсем. Да, мне надо потому, что тиамин взять где-то, это витамин В1. Мне надо В2 взять, либо флавин, другие полезные вещества, которых нет нигде. В3-ниоцин мне нужен, мне нужно огромное количество витамина С, калия огромное количество в этом фрукте, потом фосфора, кальция, железо, ну, в общем, перечислять могу массы, но мне нужен кактус. Я буду употреблять кактус. Не знаю, растет у вас вот такой кактус или нет. И он дает вот такие плоды, как видите. Это называется питая, или иногда называют питахая. Вы знаете, уникальный витаминно-минеральный состав. Его еще называют драконий фрукт. Кстати, бывает разных видов. Бывает красная питахая, а бывает питахая белая. Я взяла белый кактус. Давайте посмотрим. Так, ну, а я в сторону убираю это, в сторону это, и сюда ставлю вот это, чтобы мне не мешало, и вам не жужжало, и не шипело, и не шуршало. Но у меня есть вот такой вот неплохой, видите, вот такой вот миксер беру. Потому что есть еще и большой, но большой не хочу. Дальше, вот здесь, вот видите, дырочка очень приятная. Вот такая чаша, когда-то я ее купила, и она меня просто спасает. Я ее еще и с собой вожу. Я жалею, что я ни две, ни три взяла. Итак, я беру творожок свой домашний, который я вам показала, уже желтенький, хороший. Спрашивают, сколько брать, какое количество, какое хотите берите, какое вам только нравится. И загружаю сюда. Дальше я беру немножко сметанки. К сожалению, домашней сметаны у нас сейчас нет. Приходится брать водяку. Но я знаю, у нас вообще, у нас в Украине отменное качество сыров, сметанки и всего. Но я все равно не доверяю магазинам, понимаете? Не доверяю. Я вижу, какое количество у нас скота. Огромное, огромное. Но все равно я не доверяю магазинам, вот этим всем делам. Я не знаю, кто делает. Поэтому я предпочитаю всегда делать сама. И в редких случаях я вот использую. Итак, положили. Дальше. Дальше я добавлю сюда свою белковую приправу. Для тех, кто еще не знаком с моей вот этой белковой добавкой, это уникальный бат. Уникальнейший бат. Я обязательно в описании сделаю ссылочку. Но я не только эту ссылочку сделаю, но и еще кое-что. Вот так, с хорошим верхом. Вот такой чистый белок. Сюда. Оп. Мой сыночек скажет спасибо. Я добавляю. Вот у нас растет. Ой, растет, говорю. У нас продают вот такую питание. Вот. Вот она такая. Я не пренебрегаю такими вещами. И не шучу, потому что на самом деле это очень полезная штука. Очень полезная. Давайте посмотрим. Здесь написано. Я сейчас вам увеличу, чтобы вы видели, что здесь написано. Вот. Вот она. Питая шматочками. Швыдко заморожено. 20 на 20. Из Вьетнама. Краина походжения. Сырованный. Вьет-нам. Итак. Питая из Вьетнама, дорогие мои. И она кусочками. Быстро замороженная. 20 на 20. Сейчас будем измерять. Я беру несколько штучек, пока не разморозила полностью. А только так слегка, потому что размораживать, замораживать нельзя. Поэтому она, видите, как в снегу. Летом я ее использую, когда делаю ее вместо льда. Вот посмотрите, какая она. Во-первых, очень красивая, вкусная. И кладешь в стакан. Заливаешь лимонным соком или мохито, который ты приготовил сам. Мята, лимон. Ну, вы знаете, как. Лайм добавляете. Перемолоть все это хорошо. Чистую водичку, холодненькую, вкусную. Желательно минеральную. И туда вот побольше, побольше вот этих кусочков льда питая. И это супер. Во-первых, полезно. Так, это сюда не пойдет у меня. Это кактус. Вот такой вот кактус. Вообще, вы знаете, мексиканцы... Вегетанцы вот не знаю как. А мексиканцы, вот опять выбираю кусочки, видите, которые более размороженные. Они на первом месте по поеданию кактусов. Причем разных кактусов. У меня растут кактусы полезные. У меня есть такой кактус тыкила. Текила. Знаете, кактус тыкила? Из этого кактуса у меня делают тыкилу. Вот у меня и на озере, и на море растет такая вещь. Так, все. Теперь мне только осталось добавить мед. Ложку меда. И все, и все. Вот сметанка придаст кислоту и творожок. И это будет нечто потрясающее. Теперь мне нужно будет все перемолоть. Али-оп! Все готово. Так, сейчас я уберу аккуратненько. Все в прямом эфире. Это готово. Чтоб не капать, чтобы это все было аккуратненько. Открываем. Что мы видим? В принципе, все готово. Теперь только немножечко информации об этом питая. Может быть, кто-то из вас надумает разнообразить свои десерты. Очень советую питая. Так, ну, я сейчас все это аккуратненько оформлю. Потому что, ну, а как же. Так, вот такая у меня красота. И теперь последнее приготовление. Это черный и белый кунжут. Я очень часто использую семена кунжута. И как украшение, и вообще. А также семена льна. Очень полезная штука. Ну, вот и все, друзья мои. Такая красота. Сейчас я сыну отдам. И супругу сделаю. Потом себе чашечку. Обязательно. Так, Олежек. Иди, питая. Иди сюда. Только запись у нас прямого фея. На, дорогой мой. Иди, любимый. И тебе, Олежеку, всем. На. На, Олежек. Рэма, тебе не надо. Все. Так что, если увидите вот такой вот фрукт. А вернее, это не фрукт, а это плоды. Ну, наверное, к фрукту все-таки относятся. Плоды кактуса. Видите? Вот такие. Они бывают красные. Разрезаешь вроде как редисочкой. Мелкие-мелкие семена. Очень хорошо замораживать. Я знаю, что в Соединенных Штатах Америки, на юге, очень часто можно встретить вот этот фрукт. Обязательно берите. Виды разные. Цветы, кожица, мякоть, по форме, размеры, по вкусу. Все это разное. Есть наличие пластинок, наростов на кожице. Вот видите, наросты такие, как артишок, типа. Я не знаю. Вот, посмотрите. Ну, бывает без наростов. В общем, красная, красно-розовая кожица, белая мякоть. У Коста-Риканской и кожура, и мякоть красного цвета. А желтая петаха имеет желтую кожуру, а внутри она белая. В общем, самыми сладкими считаются именно фрукты желтого и белого цвета. Вот у меня белого. Красная петаха имеет более пресный вкус, травянистый такой аромат. Поэтому не особо, не особо. Очень низкая калорийность. То есть для тех, кто худеет, прекрасно, замечательно. Ну и, конечно же, огромное количество витамин разных. Особенно витамина С. И минералы, вот эти минералы, как калий, фосфор, кальция и железо. Ну и другие, конечно. А это самые основные. Поэтому, конечно, используйте. И чем чаще, тем лучше. Если есть такая, конечно, возможность. Просто есть у многих такая возможность. Не каждый присматривается. Не каждый хочет вот свой рацион пересмотреть. Поскольку очень малокалорийное, но много витамин и минеральных веществ. Что я делаю? Когда я делаю раскрузочные деньки, я иногда использую, вот питаю, делаю салатик. Ну, например, берем, нарезаем вот такими кусочками. Или готовые, как их продают, питая. Поливаем лимонным соком. Все, больше ничего не надо. Это очень вкусно, полезно и усилили витамин С. Его еще называют, смотрите, я уже говорила, драконий фрукт. Конечно, полезен в плане медицины. С медицинской точки зрения. Лечебных очень много свойств. Во-первых, хорошо усваивается. У кого расстройство желудка, полезно кушать. Диетические свойства. Прекрасно для диет разгрузочных дней. Особенно ценно, когда вот путешествия, да, в экзотической стране. И там только вот у вас какие-то непонятные фрукты. Все, а вы знаете уже за драконий фрукт. Вы уже знаете, что питая, все нормально. Нормализует работу желудка. Если что-то у вас в Египте или еще где-то что-то нарушилось, берите вот этот драконий фрукт. Питаю. И он нормализует работу желудка. Восстановит и кишечника. Поэтому я хорошо сочетаю с творогом. Йогурты, когда делаю, тоже добавляю. Помогает справиться со вздутием. И ученые обнаружили, что вот этот экзотический фрукт очень полезен. Оказывается, благотворное воздействие на сердечно-сосудистую и эндокринную системы. И полезен этот драконий фрукт людям с сахарным диабетом. В нем есть не только мякоть, но и семена. Вот эти семена черненькие. Вот они богаты танином. И благодаря содержанию этого вещества, петахая или питая, и так и так будет правильно, она полезна тем, у кого ухудшается зрение. Большое количество кальция в этом фрукте позволяет восполнить его запасы. Ведь он играет очень важную роль в работе всех систем и процессов в организме. Не пренебрегайте. Используйте киви, кокосы, питая, тыкву. Все вместе смешивайте. Берите авокадо, берите бананы, берите все, что можно только взять. Экспериментируйте. Не замыкайтесь на одних яблоках, пожалуйста. Вот благодаря вот этому удивительному нежному аромату, петахая, там аромат бесподобный, в сочетании с содержанием вот этих витаминов, минералов, часто использую в косметических средствах. В масках, в кремике добавляем обязательно. Ну и даже берешь вот этот кубик замороженный и утречком смазываешь личико. Все, ни отеков, ничего. И насыщаешь витаминами и самое главное, огромным количеством витамина С. Можно, знаете что, просто вот мякоть вытащить из сердцевины, а потом вот так кружочками положить и удивить своих гостей. Сверху слегка полейте медиком мятку и полейте несколькими, ну, пол чайной ложечкой лимонного сока. Это ароматно, это вкусно, это замечательный десерт. И посмотрите, как он красиво смотрится. Лучше подавать драконий фрукт охлажденным. А вот, как я вам показала, вот эти кубики, которые я вам показала, кубики для льда, вместо льда. Кубики вместо льда. Выпили водичку и тут же съели вот эти кубики драконнего фрукта. Просто красота. А семена хорошо разжевываете, они очень полезны. Ну, а вообще, знаете, вот что вот это такое? Из Питая делают еще и щербеты, и желе, и мороженое. Ну, йогурты, я вам говорю, это точно так же, как вот этот десерт творожный, что мы сейчас делали. А вот в Центральной Америке традиционно готовят петахаю с миндалем. Для этого берут два плода драконьего фрукта, разрезают их аккуратно, вот как вы сейчас видите, да, вынимают мякоть, вот без мякоти. Вот это как в виде тарелочки, на самом деле, это вот кожура. Затем ее, мякоть, нарезают кубиками, а половинки кожуры, ну, здесь вот кружочки, да, сделали, а половинки кожуры пока откладывают в сторону. Затем берут 100 грамм размягченного сливочного сыра и взбивают его венчиком, постепенно добавляя к нему две столовые ложки сгущенного молока. То есть я мед, а не молоко к творогу, к сыру. А потом 50 грамм измельченного миндаля и кубики фрукта. Вот всю эту массу делят на части и вот так вот, как вы видите, заполняют ей отложенные половинки кожуры петахаи. Сверху украшают, например, мяткой или еще чем-то. И, конечно, гости в восторге и клиенты ресторана в восторге. Так что рестораторы, кафе-держатели, пожалуйста, себе на заметку. Да и просто у кого день рождения, почему бы не удивить. Ну, а напитки я уже вам сказала. Я взяла это из Испании. Сок вот этого фрукта смешивают с соком лимона и лайма. Получается изумительный вкус. Ну и обязательно имейте в виду, что полезны не только плоды, но и цветы этого фрукта. Цветочки все добавляем в чаи. И придают такой нежный аромат. Даже нежнее, чем аромат жасминового чая. А я люблю сама окунуться, своих родных и близких окунуть. И у вас, мою интернет-семью, мою семью окунуть в атмосферу жарких стран. Особенно в снежную зиму. Ну, у нас, конечно, зима малоснежная. А сегодня так вообще 13-14 градусов тепла. Но хочется атмосферу жарких стран. Правда же? Вот петахая, она принесет не только наслаждение вкусом, но и разнообразие в жизни. Это надо делать. Смотрите, мы живем один день. Всего лишь один день. И смаковать надо каждую минуту, каждую секунду этого дня. Ведь мы не знаем, что будет завтра. Одному Богу известно. А сегодня, а сегодня мы уже окунулись даже в самой жаркой стране. Ну, например, в моей любимой в штате Флорида, Соединенных Штатах Америки. Будьте благословенны, вы и ваши близкие. Люблю вас. Пока-пока.